Провал миссии «Сайенс» Блоги «Психология научной закрытия» 19.34.24 июня 2019. Сложность 2.1. Андрей Украинский Провал миссии «Сайенс» Более 10 лет назад журнал «Сайенс» опубликовал исследование, в котором заявлялось о связи политических убеждений с физиологическими особенностями людей. Работа стала влиятельной в своей области. Ее подхватили СМИ. Сейчас «Сайенс» отказывается опубликовать результаты неудавшегося воспроизведения результатов этого исследования. Ученые получили отписку с предложением разместить свои результаты в более специализированном и менее видном издании. Авторы воспроизведения выразили протест, заявив, что такая политика не согласуется с декларируемой миссией журнала и препятствует развитию науки. О'Клокк Ворк Ориндж, Пиларис Продакшнс 1971 Группа ученых из Нидерландов и США не смогла воспроизвести результаты влиятельной работы 2008 года, выводы которой говорили в пользу того, что политические взгляды связаны с индивидуальными физиологическими особенностями людей. У консерваторов реакция на угрожающее изображение была сильнее, чем у либералов. Опровержение громкой и раскрученной в СМИ научной работы интересно само по себе, но на данный момент главная интрига сложилась вокруг позиции журнала «Сайенс», в котором было опубликовано оригинальное исследование. Редакция не просто отказала ученым в публикации попытки воспроизведения, репликации, но даже не передала статью на рассмотрение рецензентам. Оригинальное исследование, полный текст, было проведено Дугласа Максли из Университета штата Небраска и соавторами. Ученые выбрали для экспериментов 46 жителей Небраски с выраженной приверженностью к определенному набору консервативных или либеральных ценностей. Авторы показывали участникам угрожающее изображение – паука на лице, окровавленное лицо, личинки в ране, параллельно измеряя, насколько интенсивно в ответ на это потеют их ладони, точнее, как меняется проводимость кожи. Также изучалась реакция круговой мышцы глаза на пугающие звуки. Ученые обнаружили корреляцию между физиологическим ответом на угрозу и политическими убеждениями. Он был более выразительным у людей, поддерживающих войну в Ираке, смертную казнь и увеличение военного бюджета, и менее выразительным среди пацифистов, сторонников либеральной миграционной политики и контроля за оборотом оружия. В связи с этим авторы высказали предположение, что приверженность тем или иным идеологическим доктринам может быть в определенной мере объяснено физиологическими предпосылками. По их мнению, физиологические реакции на угрозу и убеждения, связанные с политикой защиты социального строя, могут иметь общие предпосылки. Выразительные выводы исследования завоевали расположение крупнейших СМИ, например, BBC и National Geographic. Даже через 10 лет после публикации исследования фигурировало в подкасте NPR. Научная работа вызвала также большой интерес в научном сообществе. Следствием этого стали и попытки воспроизвести ее результаты. Попытку репликации исследования Эксли и соавторов предприняли ученые Берт Беккер, Бертен Беккер и Гиса Шумахер, Джидж Шумахер, из Амстердамского университета совместно с Клэр Гатра, Клэр Готр и Кевином Арсену, Кевин Арсенкс, из университета Темпл в Филадельфии. Сначала ученые прибегли к концептуальному воспроизведению, в котором использовались другие угрожающие картинки, например, пистолет, направленный с экрана в лицо испытуемому. Кроме того, список пунктов, по которым определялся политический консерватизм, был актуализирован, например, не был включен вопрос о войне в Ираке. Работа проводилась параллельно в США и Нидерландах, и в обоих центрах не было обнаружено корреляции, показанной в оригинальной работе. Беккер и соавторы обратились к авторам исследования 2008 года и получили изображения, которые офигуировали в оригинальной работе. Связь между чувствительностью к угрозе и социальным и экономическим консерватизмом. Прямое и концептуальное воспроизведение исследования. Оксли и Талл. 2008 года. Коэффициенты регрессии проведенных. Беккер и Талл. Попыток воспроизведения близки к нулю и незначимы даже при объединении всех данных. Беккер и Талл. 2019 поделиться. Отчет о неудавшемся воспроизведении результатов. С текстом статьи можно познакомиться здесь. Ученые отправили в Science. Они не рассчитывали на безусловную публикацию своей работы. Однако, учитывая, что она ставит под сомнение результат весьма влиятельного исследования, ожидали, что редакция хотя бы отправит их статью на рецензирование. О дальнейшем Беккер рассказал в своем твиттере. Ответ. Science. Пришедший примерно через неделю, было бескураживающим. Статью отклонили, а авторам рекомендовали обратиться в менее видные и более специализированные журнали, поскольку эта область развелась в течение последних 10 лет, что делает исследования более подходящим для его действительной дисциплины, политической психологии. В ответ на несогласие ученых, Science прислал еще одну отписку. Беккер написал в твиттере, что разочарован и взволнован, поскольку Science декларирует миссию публикации тех статей, которые наиболее влиятельны в своей области или между областей, и которые значительно улучшают научное понимание. По его мнению, если попытка воспроизвести исследования не является улучшением научного понимания, то читатели Science и должны учитывать это, читая наиболее влиятельные статьи журнала. Интернет-издание Слейт опубликовало статью Беккера, Шумахера, Гатрея-Арсену о том, как они бодались с Science. Ученые пишут, что со стороны таких журналов, как Science, является плохой политикой публиковать большие, смелые идеи, а затем оставлять специализированным изданиям публикацию их воспроизведений, которые показывают, что эти идеи не столь точны. Ученые отмечают, что специализированные журналы не имеют доступа к столь же широкой аудитории и менее авторитетны, соответственно, провал воспроизведения окажет меньшее влияние. Хотя исследование Беккера и соавторов не опубликовано и не рецензировано, можно ожидать, что мы имеем дело с настоящим научным закрытием. На прошлой неделе Майкл Бэнк-Петерсен из Орхуского университета вместе с коллегами обнародовали на PSI-ACSIF свое концептуальное воспроизведение исследования Эксли, которое также не повторяет его результаты. Субтитры создавал DimaTorzok